христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы все брат сёстры христе всем желаю радоваться веселиться в господи всем желаю возрастать и возрасти достигнуть этого совершенного возраста христового его совершенства по его образу его примеру его учению которую нам оставил через своих учеников через евангелие дошедшие даже до нас через две тысячи лет всех я приветствую на своем канале вы вы кто впервые попал меня зовут кузнецов дмитрий интернете известен как христолюб я ученик последователь и проповедник учений иисус христа его жизни это мой блог здесь я отвечаю на вопросы которые мне задают или комментируют мои ролики на моих трёх каналах сегодня у нас 7 7 чтение будем читать что это за фразу у вас прозвучала с 14 минуты если ты патриот значит ты не христианин это откуда у вас такие помыслы а как же родина мать церковь мать родина мать господи да сколько ж вас матерей господь играл если мать тебя станет и оставит грудное дитя свое я тебя не покину никогда бог нам и отец и мать и брат и друг сам иисус говорил кто мне брат и сестра и матери потому называю вас своими друзьями учениками братьями сестрами опять у них какая-то родина мать господи да земля круглая ну кто там квадратно считает кто шарообразные не в этом дело не суть она богом создана тебе бог у тебя есть бумажка от бога но люди тебе дали там зеленку на два клачка земли а бог тебе чё давал ничего он тень давал какая родина мы дано такая же родина мать для того кто идет из другого конца господи родина мать у него если враг наступает а кто тебе враг то а бог тискал любите врагов ваших благословляйте благотворите молитесь за них умывайте ноги если есть возможность нет хотя бы не ропщите павел писал враг твой голоден накорми его ногой одень его кто это пишет христианин нет язычник но считает себя христианином сейчас он об этом скажет но я эту религию не читаю христианской я буду защищать свою родину дым руби сколько тебе влезет головы муж в аду сидеть свою землю и свою свою семью и свою землю от любого врага господи какой молодец я православный христианин кто бы сомневался и вера моя чистая непоколебима до убей врага убей видя вера просто чисто то что она непоколебима я в этом уже давно убедился что пробить эти религиозные бредни практически бесполезно конечно я в этом убедился впервые прочитав евангелие кто и кто слышал мои мою нахоту сердце все рассказывает читал евангелие первый раз я помню там ну или первый раз и думал да за что ж вы его чон вам сделал чего вы к нему пристали он вам любовь благовествует твоего готовы с землей сравнять вот это тоже самое вера вашу чё точно это непоколебимо насчет чистоты я готов поспорить господь искал вам сказано любить ближнего и ненавидеть врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших но и все эти бредни потом что они в слово любовь вкладывать что я его рублю и посылаю его куда-то там куда-то ты его в ад послал и сам пошел за ним а вот если ты ему голову подставил сам бы в рай пошел и он может быть отрубив тебе голову покаялся в своей жизни убить человека не так просто бросил бы меч оружие иск и понял что он совершил грех страшное зло и раскаялся в своих грехах задумайтесь над этим бредом ровно противоположные вещи ты убиваешь ты человека в ад грешник он же греш ну да он пришел он враг хороший человек идет завоевывать убивать насиловать хорошо это его прям в ад прямиком без возможности покаяния и сам за ним летишь туда же потому что бог взыщет всякую кровь от всякой руки он еще об этом сказал ною его потомство а сам положив голову свою ты положил душу свой за ближнего как это делал иисус отдал себя петру не позволил мечом за себя защищаться ну а патриотизм я все-таки выделил плейлист тоже чтобы вот тут ссылочка прям есть статья кому интересно и вот плейлист на канале у меня есть я все-таки решил тоже в отдельно часто эти бредни я встречаю кто хочет разобраться этими вопросами есть там две беседы когда-то мы с одним братом беседовали есть по евангелие от матфея по луке по марку где касался вопросов особенно где там петр рубил уши на точнее пытался рубить головы за иисуса казалось бы за абсолютную истину все вы знаете 5 роликов достаточно чтобы понять мои мысли они кстати короткие получились с братом да и беседы по полтора часа вот там по ветхому завету кстати кое-что интересное показываю а вот по-новому три ролика по 40 минут достаточно посмотреть патриотизм это национализм переодетый я вот так и называю плейлист патриотизм это переодетый национализм убийство на войне во имя бога инквизиция ну я разных вещах говорить что буду может буду собирать тоже так хоть поделился и все хорошо поэтому это ангел сатаны виде светлого ангела в светлой одежде в белой это конечно заблуждение православие забивает голову ненужной ерундой по преданию каких-то непонятно старцев аминь некоторых сделай которых сделали святыми аминь это люди сделали вообще то определение святости которые в ортодоксе протестантизме порой который честует своих кумиров этих но это ваша святость она по евангелию святости не является а может этот старец в аду вот согласен а люди ему молятся действительно да и вообще самого иисуса заменили святыми которыми православное стадо которым православное стадо поклоняется все верно согласен парят людям голову всякими правилами аминь бремена неудобоносимые накладывать сами этого не делают свечками растерзанными на части трупами мощами для них предание старцев святых важнее евангелий сус христа не просто важнее им не нужны евангелий сус христа и более того через эти призмы лжеучения они ускажают так что это не является евангелием уже все иисус христа это просто своя религия со своей системой лжеучений это очень важно понимать вы вспомните страшные слова иисуса которыми он укорял книжники фарисеев и законников когда думать что я вот тоже что-то такое несу оскорбляю обижаю кого-то я никого не обижаю что вы делаете вы и ваш пастыря может и вы я и говорю в третьем лице вы сами рассудите вы это делать и он говорил им он говорил им за что он их укоряла вы подменили заповедь божий не просто сверху наложили в одном месте он им явно готовы божью заповедь подменили своим преданием и рассказывает им живой примерах укоряет как негать ты вот и чё да ты чё иисус прямо говорит сказано почитая отца и мать а вы убрали совсем не видно и свое лжеучение неси неси все к нам в собрание в капище пастырем папам неси дорогой неси а маме скажи в дар богу я понес чем не тебе дать я же бога люблю мы должны все любить бога это первая заповедь который иисус не говорил иисус процитировал моисея общую фразу на скрижалях были написаны дела господь пир стол своих на скрижалях не писал люби меня всем сердцем и люби ближнего как само себя господь перечислил дела на каждой скрижали что надо делать что такое любовь любовь это дела любовь это глагол дима какое зловещее название я уж было подумала гробница во дворе но я ролик грибница во дворе грибочки вкусненькие ням ням и полезные говорят на начинаем рубрику кулинарных рецептов аскетов скоро перейдем кокридом и дикому меду грибницу кто знает я я пытался грибы я покупал блоки сначала там вот в ванне выращивал ну ничего растут хотя некоторые почему-то загинаются потом я отчет понасмотрелся я попробовал заразил пеньки тоже стояли в ванне тоже что-то дают но вот я сейчас на улице там сделал грибницу посмотрим что будет получится из получится буду великим грибником буду к себе по грибочки ходить прямо в два шага вот но и об этом вы узнаете на канале если чего получится да и если не получится начинаем рубрику кулинарных рецептов аскетов вы знаете моя рубрика закончится на двух роликах овощной рагу на обед и круповая как это называется каша ну потому что это микс гречка пшено рис овсяные хлопья вот и весь рецепт два рецепта рубрика большой не получится двух роликов будет достаточно я могу заснять что я ем вот многие люди каждый раз что-то готовят вы знаете я могу есть как в тюрьме одно и то же за дня в день вот я семь лет я ем практически одно и то же каждый день у меня одна и та же пища я не делаю сегодня рис завтра гречку нет у меня просто тупо каждый день одно и то же блюдо я в обед ем овощное рагу как я его называю это я все в кастрюле что есть у меня из овощей кидаю варю все и ем это и сейчас это первый несколько лет я вообще одно вот все эти годы основа овощи ел ну и вот в это рагу я мог добавлять гречку мне нравилось там чечевицу или вот мог гороховый суп так и но иногда могу чуть-чуть что-то поменять но в основном все в одной кастрюле могу в кастрюле немножко менять ингредиенты совсем до в этот раз гречка в следующий раз чечевицы могу все опять и чечевичка чуть-чуть накидать но сколько кастрюле помещается ну и когда кошки появились я стал есть молочную кашу ну это что значит молочная на воде делаю обычную кашу стакан 250 грамм половина пшеницы четверть еще ну или половина половины рис и по это гречка ну то есть 1 2 пшена 1 4 гречки 1 4 рис это раз на ты на двухлитровый на кастрюлю такая алюминиевая и еще сверху потом ну когда уже чуть-чуть поварится стакан хлопьев у таких дешевых не никаких там в коробочке вот этих обычный овес осталочный понимаете да все это едят кошки и это ямья делаю все это на воде единственное тыквы пролежали полгода и тут до меня дошло тыкут на туда-ду куда ее девать зачем ее вырастил тыкву вкуснотища жуть теперь я еще тыкву сначала нарезаю и сколько отрезают там тыквы эти гитары я вырастил ну там отрезаю пару сантиметров такую все кубиками ой классно вообще вкуснотища и по большой любви ко мне мои любимые братья сестры женя с анечкой с германии прислали мне посылку и даже аня сестра супруга жени положила мне изюм макароны там изюм с германии такой довольный веселый был ну там одежда мне немножко прислали ну всего по чуть-чуть и по химии там и до стиралки набрали мне целую коробку и что-то изюм не положили я стала изюм добавлять теперь даже опять сам покупаю ну изюм это высушенный виноград я там посадил в прошлом году купил такие черенки недорогие тут у местного вот вот мой сыночек прибежал да помочь поздоровайся ой ну что ты когти поздоровайся с христолюбцами посмотри вот туда помочь помочь посмотри будьте мой хороший что там на улице охотитесь или девчонки охотитесь а ты львенок не охотишься любовь моя помочь звезда ютуба вот я стала изюм сейчас покупают это уже пару месяцев ну потом ложку изюма вот это все что мы едим и туда добавляю где-то 100 грамм 50 100 грамм молока когда разогреваю уже потом из этой кастрюли накладываю окошком добавляю в литровую банку ну на троих по крайней мере ложку сметаны я покупаю сам тоже ли не ем и яйцо разбиваю вот такой вот они у меня год выросли на каше ничего счастливый довольны ничего не просят но я ни к чему не приучаю ничего не балуют на улице едят все что движется так что они тоже мне вегетарианцы но такие домашние вегетарианцы на улице конечно я вижу они там птицы мышей таскают все помочь не жалуйтесь на жизнь не жалуются так что вот так вот скоро перейдем к акридам и дикому меду акриды и дикий мед я сестре это написал уже пройденный этап я буду своей жизни рассказывать я свою пустыню прошел конечно помните как иисус он до конца жил я всем говорю что его пост был длиной в жизнь и так должен быть у каждого христианина и к этому мы должны стремиться по телу он вышел из пустыни и с мытарями и блудниками и ел и пил вино но мы видим как он жил да то есть я конечно же стараюсь не расслабиться не скатиться как полгал могу жить что о чем писал павел ну конечно же проповедники евангелия процветания будет вам вырывать эти стихи апостола павла что он мог жить в изобилии павел писал о том что он может жить и в скудости и не роптать и жить в изобилии когда там пожертвование кому-то ему лично любили его помогали он вот я могу не соскотиниться и не впасть все дьявольскую любостяжание как он это писал своему любимому сыну духовному чаду тимофею и писал что смотри сам берегись этого и те кто впадает все девочки любостяжение будут судиться с дьяволом и вдовы сластолюбивые заживо умерли поэтому я конечно же слежу за собой обязательно вот но пустыню я прошел внешне я об этом буду рассказывать так что акриды уже это пройденный этап я просто теперь живу в норме такой я не всегда нравилось постоянство какой-то да правильно ну ладно в этом не об этом уже них там у меня появился священник не один пишет она до тела но это кролику о татуировках тело оно живое оно святое там бог хочет жить да он всегда там живет бог просвещает всякого человека которую сам приводит в бытие а уж покаяние в полноте в него вселяется и как человек захочет окнем и раскроется по мере его желанию наколка на теле это граффити на храме это мне пишет православные но я их называли бы жрецами ли попами священники были только в иудаизме и в язычестве в христианстве нет никаких священников поэтому пусть сами выбирают что им ближе папы и жрецы я не знаю внутреннее выражение во внешнем правильно заметьте что говорит причем у них то все храмы расписаны лишь горит там бог присутствует вы что-то расписывать свои храм наши грехи это болячки на теле ну хорошо допустим татуировки тут же пишет что татуировка сам пишет что внутренняя выражена во внешнем хорошо так получается татуировку татуировки рознь если наколка на теле мне нравится что он говорит это граффити на храме у вас же все храмы в граффити а я и сравнивал тело моё храм боже особенно ортодокс когда меня ты что вот я вам специально что это священник пишет можете найти наверняка комментарий под его он кстати сам там писал подписывайтесь на мой канал православный канал да хотите подписывайтесь мне вообще не жалко только я он пишет под комментарием потом подписывайтесь на мой канал где-то другой еще комментарий я думаю господи так тоже с моего канала к тебе подпишется меня слушают вне системники я надеюсь или люди жаждущие выйти и на очередного православную истину я думаю реакция у них будет очевидным но это здоровье вот заметьте что он пишет внимательно читаем наколка на теле это граффити на храме ну так ты санты пока не гришь что ты говоришь наколка на теле это граффити на храме но или граффити ты хочешь сказать что плохое что ли а может он кстати граффити на храме может он методу как эти ребята граффити рисует на стенах что ему храм что ли зарисовали а ну тогда извини а тогда он на нехороший может я так Вот видите, поди разберись. Я, кстати, сейчас с вами рассуждаю. Я так-то особо не вчитывался. Вот сейчас я думаю, что он имеет в виду, одно дело, они внутри расписали храм, великие святые иконописцы, а другое дело, это граффити. Хулиганы прибежали и граффити на храм сделали. Да нет, дорогой, я с тобой не согласен. У вас внутри, внаружи вернее, что-то тоже храмы не облуплены. А что-то у вас вечно леса стоят, вы там марафетите. Или ты это будешь сравнить просто со здоровьем тела? Да я видел, там тоже у вас есть и внутри иконы, и снаружи. Над входом всегда есть иконы. В разных вы делаете вот эти, я не сильно в архитектуре храмовой соображаю, ну, иконостасы вот эти, вы же так же и снаружи делаете. А чем больше какой-то собор, о-о-о, там и статуи есть, и изображения. Посмотрите, какой-нибудь собор древний, как они это называют, в Питере, в Москве. Да нет, дорогой. Вы снаружи тоже украшаете? Ну да, граффити это прибежал хулиган сделал, но это ты лишь сравниваешь, это ты лишь подтягиваешь все под это. А вы точно так же храмы снутри расписываете, и снаружи золотые купола делаете. Внутреннее выражено во внешнем. Ну вот тут я соглашусь. Не знаю, что он имеет в виду, вот именно. Наши грехи – это болячки на теле. Чего он тут опять? Где тут, если у него переместить плотского с духовного тяжело, в чем он в это вкладывает? Почему татуировка – это грязь души? Вот это твое же учение. Вот ты сможешь доказать это писанием? Нет. У меня ролик. Единственное место, которое тычут людям, имеющим на себе татуировки, это там из исхода старозакония. Мой ролик о татуировке, кто знает, даже не буду сейчас вам ссылку искать, вы все знаете, на лаве можно найти. Я его назвал «Тату» «Пирсинг», хотя я там говорил только о татуировках, может быть, когда-нибудь о других вещах скажу. Это единственное место, куда ссылается. Я дал ответ, естественно, по этому месту. Один из известных проповедников, Женя Девятьеров, когда, я не знаю, мы еще даже не общались, и как-то ему этот ролик что ли вышел, или я не знаю, он мне потом написал, что я когда-то его ролик послушал, а я его ролики видел, я его канал уже весь исследовал практически, и стал его смотреть, и видел, естественно, ролик тоже о татухах у него, и как-то слушал, конечно, он к этому относится. Хотя он относился к этому так более-менее нормально, он говорил, ну на мне нет, ну а на других это там каждый пусть решает. А он мне потом говорил, что я когда-то твой ролик посмотрел, я, говорит, изменил свое мнение. Особенно то, что я аргументирую, я показал в Писании невырванной стихи, где Господь говорит, почему нельзя этого делать, есть цель, с какой нельзя было это делать, и что нельзя было делать. Все это связано было с язычеством, с вызыванием духов, с опять магией, с оккультизмом, с верой в это во все. Я там все это сказал, сейчас не буду то свой ролик пересказывать, да? Ты с какой-то такой выводишь определение, что татуировка это грязь души? Это очевидно, но это для тебя очевидно, для меня это не очевидно. Мне нравятся татуировки, мне нравятся татуированные люди. Есть девушки, на которых мне нравились татуировки, что она вообще вся из татуировки, у меня такие были. Есть на которых одна вот такая бабочка, вообще как ни пришей, ни к чему. Это все, во-первых, индивидуальное, даже мне, не на каждой женщине далеко, очень редко на ко мне, и я никогда не советовал. На мужчине, и опять же, в частности, на мне, мне нравятся. Это для тебя очевидно, для меня нет. Это не очевидные вещи. Вот кто разбирается в мире, есть два слова, объективные и субъективные. Субъективные, суб, маленькая, об, объектив, от слова, да? Объективно, то есть, это значит, каждый, вот посмотрев, ему 10 человек поставят, и скажут, что перед вами? А перед ними будет дерево. Все скажут, дерево, 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 и так 10 человек. Это объективно, каждый видит, что это дерево. Когда их спросят, а что внутри этого дерева? Или проще, дерево, что там, коробка. Все скажут, коробка, коробка, коробка. Скажут, а что в коробке? Помните, как на поле чудес? Все остальное будет субъективное мнение. Они знать не знают, чего это в коробке. Они начнут фантазировать. Это будет мнение каждого. Более того, это будет полуфантазия, потому что они, очевидно, не видят. То, что ты сейчас говоришь, ни на чем вообще не основано. И вот так они живут. У нас куча укоров, людей, и суждения людей вообще не просто по своей голове. Я решил, что я истина. И другого осуждаю в своей голове. Это твое субъективное мнение. Ты даже Евангелем не можешь доказать, что это грех. Я уж молчу, что действительно каждый из нас не молчу, а говорю, да? Как Павел говорил. Я уж не говорю, что ты мне самую должен. Да нет, ты сказал. Помните, когда он за Анисима, за раба просил там. Я уж молчу, я не говорю, но ты вообще-то своей жизнью мне должен запроповить Евангелие. Уж помимо того, что Евангелие каждый по-своему понимает. Иисус не говорил нигде, что это не хорошо, что не плохо. Мы знать не знаем Иисуса по плоти, ни как он выглядел, ни в что одевался. Маленький крупица, что мы выйдем, не можем никакого вывода сделать. Нигде Иисус, ни его ученики не заповедовали ходить так, как ходят люди на Востоке. Ты никогда не сможешь вот эти свои теории, грехи, мировоззрения, учения никаким образом подкрепить Евангелие. Поэтому то, что для тебя очевидно, это субъективное мнение для тебя. Вот и все. А оправдывать свою грязь можно как угодно, елейно и красиво. Я вообще это в отличие от тебя оперся на Писание. Я сказал, что в Писании нигде не написано, что это грех, тем более в Евангелии. И более того, единственное место, где порой тычет, я дал ему четкое определение, зачитав внимательно, как всегда. Мои были не толкования, обычно просто комментирую то, что написано русским языком. Но оправдание и защита греха, да в чем грех-то? Да в чем грех-то? Ведь человек это образ и подобие Божье. Еще раз хочу сакцентировать внимание вот на этой, на этом фразе. Татуировка это грязь души. Я сейчас не буду всем показывать, что на мне наколото, но я говорил об этом. Многие имеющие уши и ум догадаются. После покаяния через несколько лет сознательно я сделал то, что является сутью Евангелия. Сделал это очень в большом виде на своем теле. Это грязь, но если для тебя Иисус распятый грязь, для меня это истина. Имеющий уши да услышит. Хорошо. А если бы до покаяния человек послушал видимо мой ролик, у меня семьи совсем немного, тоже плейлист я сделал, я помню, что он там написал. Да и может быть я по марку помните, но ролик о семье я тоже все есть у меня по плейлистам, вы же знаете на канале. В описании к ролику у меня все есть ссылки всегда. Так, так, так. Что я вам ищу, это вообще вам надо все, нет. Вот семья все есть, по-моему, вот к этому ролику семья, брак, прелюбодеи, развод, да и в других я там говорил, где у меня тут тоже достаточно роликов, сколько там набралось. Человек послушал, что он говорит, чтобы вы контекст поняли. Хорошо, а если до покаяния несколько женщин было у человека или был женат и разведен, так кто из бывших моя жена должна быть? Первое, последнее. Так получается все прелюбодеи, кто не вышел замуж, женился девственником, остальные все прелюбодеи, я в тех роликах своих, в основном кто их слушал, я ролики посвятил, все практически эти ролики, кстати, получается их сколько тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пока, да, они разводу, точнее, тому, что нельзя разводиться, а особенность ты христианин, и если ты будучи христианином, христианкой, развелся, развелась, ты не имеешь права больше вступать в брак при живом муже, неважно где он, в другую семью даже ушел, и это учение Иисуса и его апостолов, которые передавали это учение, и я это показывал, только на это я, и я говорю о девстве, или и о безбрачной жизни, если человек потом выбирает, неважно, какую он там жизнь вел, греховную, прелюбодеянную, блудную, все, это единственные два вопроса, которые я рассматриваю в основном, как жить в семье, я не рассматриваю, не даю советов, не разбираю, у меня нету блога на семейный, я не женатый человек, у меня нет семьи, у меня нет детей, у меня есть только родители, еще бабушка жива, мама, папа и сестра, все, у меня нету своей такой семьи, которая есть за спиной, так скажем, да, они впереди меня, нет у меня ни жены, ни детей, поэтому я не веду блога о семейных отношениях, я никаких советов не даю, через призму писания, когда мне задают какие-то вопросы, я практически никогда ничего не отвечаю, вот, поэтому, и этот в частности вопрос, когда я там в ролике, я, кстати, высказал свое субъективное, вот сейчас как раз мнение, я говорил, опять же, относительно как раз себя, потому что меня это и касается, я из блудников грешник, я всем это говорил, как и апостолы, публично признаю свое покаяние и прошлую жизнь только для того, чтобы прославить любовь Божию, который помиловал меня в частности, хотя я первый из грешников, да, мы для этого, они все, вы помните, как рассказывали о своей жизни до покаяния, все свидетельствовали, все нам это оставлено в Новом Завете, я тоже говорил, для меня тоже был вопрос, вообще я имею право, у меня уж тогда этих жен там миллион было, вот, и я просто высказал вот ты на свое мнение, потому что как раз меня этот вопрос лично касается, я сказал, что в принципе я в своей жизни и сейчас живу с таким сердцем, сам я нищу, потому что жизнь, у которой я прожил, действительно, это вообще мой ли путь, я не хотел никогда особо семьи, вот, я не рвусь, я говорю, если Бог мне пошлет, это станет очевидно, я знаю, как определять волю Божьей, это очень легко, это мир, радость, любовь, сердце, все события, которые с тобой происходят, уж ее не разглядеть будет тяжело, она сама будет мне писать, она будет знать мой канал, но это я так сам рисую, но опять же, это лишь мои мысли, но в концовке станет понятно просто, что на это есть воля Божьей, мне 35, в принципе, я ничего не отрекаюсь, но восьмой год я живу без женщины, покаявшись, я оставил все, это в том числе свободную жизнь, живу спокойно благодатью Божьей, своим желанием, Божьей силой, будет это хорошо, сам я нищу, потому что я, да, из блудников, да и дело даже не в этом, может быть, ты и девственником был бы, и ты бы точно так же, допустим, сам особо на рожон не рвался бы, и поэтому я, причем, да и все, вот и, во-первых, речь идет до покаяния, я сказал, что в Писании, тем более я его знаю, Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, вот именно, что нету четко, непонятно, действительно, но основная масса, я не говорю про эти крещения, младенцев, там, ортодоксии, люди каются, естественно, это логично, что люди каются, когда у них ум вырос, это не может ребенок, ребенок даже в 5 лет порой, если так мама ему и журит, покайся, что ты сделал, почему обидел Машу, Петю, Васю, да, вот, но хоть и говорит, а по сути-то, если у меня там раскаяния, он далеко не понимает, что он действительно, какой зло сделал, там, какому-нибудь своему другу, девочке, мальчику, да, это мы сейчас как раз можем искренне раскаяться в чем-то и поменять свою жизнь, будучи уже взрослыми, хлебанув и горечи жизни, и радости жизни, вот, и можем понять, что зло никуда не ведет, это тупиковый путь, только радость, любовь и мир ведет, бесконечное счастье, вот, что я говорил-то, что ты мне мысль стал убивать-то, вот, и поэтому, ну, почему, да покаяние, да пожалуйста, ну выходи, но я говорю, это речь идет всегда о, да покаяние, потому что мы видим только две, во-первых, когда там Господь говорит, он говорил с иудеями, у которых был закон, по которому должны жить, они как раз не должны были разводиться, они нарушили, сам Моисеем дал заповедь, которая не была от Бога, Иисус об этом прямо сказал, то есть, вот эти я просто разбираю, поэтому, давайте еще раз прочитаем, что человек-то пишет, до покаяния, не какая-нибудь твоя жена, ну вышел ты заново, вот я говорю, ну вот я может женюсь, ну и что, ну было у меня там тысячи женщин, ну и что, и забудем о них, вот, и так получается, все прелюбодеи, кто вышел замуж, женился не девственником, я говорю, я не знаю, я таких людей никогда прелюбодеями не назову, лично, я никогда не скажу, что ты не имеешь права жениться, до, если ты до покаяния жил, развелся, или блудил, и вот покаялся, и теперь хочешь создать настоящую семью во Христе, да у меня язык не повернется такого человека сказать, я тогда это сказал, почему и сам, не говорю точно, что все, я вот теперь до конца жизни буду безбрачным, да я понятия не имею, я говорю, просто я единственный, и это мой путь, и я для себя положил, кто-то может еще, и я тоже это не порицаю, ни в коем случае, и нельзя основания найти для порицания новозаветных евангельских Христовых учений, хочешь тебе, конечно, прилагай усилия, тем более, если ты мужчина, допустим, да, я говорю, я не ищу, потому что, мне так легче, с одной стороны, лучше, мне такая жизнь больше нравится, но, есть воля Божья, откуда я знаю, какая воля Божья обо мне Господа, одно дело мне подает, и я уже по тем событиям познаю, от Бога, это от лукавого, потому что у меня внутри отзывается, вот, а так-то, что мы знаем, у Бога, какие о нас промысел, он хочет, чтобы мы были совершенными в любви, а где, как, с кем, это уже Господь, все события, управляет твоей жизнью, Господь, у тебя только твоего, это твоя свобода, которую он отнять, никогда не может, вот так вот, поэтому прелюбодеями и прелюбодеев называть до покаяния людей, блудивших, изменявших, недестных, разведенных, и вступивших в брак после покаяния, я ни в коем случае сам этого не делаю, другим бы не советовал, и, соответственно, хочешь ты женись, никакие там твои уже бывшими женами, это не является вот эти, кто были до этого, но это мое мнение, я тогда говорил, что в принципе мы такой постановки вопроса, почему я говорю, не можем, не находим в Новом Совете, соответственно, мы здесь свободны мыслить так, как мы считаем нужным, ни я никаких учений не могу дать, я, кто знает, я никаких учений не проповедую, я проповедую учения Иисуса Христа, слово в слово, если я где-то ошибаюсь, заблуждаюсь, коверкую случайно, или может быть, как кто-то думает, специально, я всегда открыт для общения, но я стараюсь по мере дара Христова проповедовать истинное учение Иисуса Христа, все, и поэтому, где нет, я сам говорю, ну, нету такого, по такой постановке вопросов, и нет ответов, что теперь будем делать, я, в отличие вот от этого попа, не собираюсь, очевидно, нарекать татуировки грехом, а вот эти вот все вещи, которые мы тоже там, кто там до покаяния был, где, разведен, называть тоже грехом, у меня нет для этого никаких оснований, и лишь могу свое сердце открыть, я чувствую, что если я женюсь, я, конечно, не погрешу, той жизнью я жил до покаяния, но и при этом я чувствую призвание Господни на безбрачие, вот и все, я спокойно живу, а человек, я, вот этот комментарий написал, я тоже, это еще из предыдущих вопросов, я тогда, как я вам говорил, забыл прочитать, что про иудеев, когда там, что я иудеев почему-то не люблю, что значит иудеев, если ты иудеев, как относящийся к иудейской религии, как православных католиков, в смысле групп людей, да, иудаизм зло, как и православие, католицизм, протестантизм, иудаизм зло, все зло, все, что не Евангелие, вне Иисуса нет никакой истины, иудаизм распял Иисуса, иудаизм распял истину, иудаизм ее отверг, именно с него все началось, это, и человек написал вот под тем роликом, по-моему, ролик о православии, католицизме был, или о свободе, или о каких-то, я помню, где верующий бес, о свободе опять я много говорил в ролике, человек пишет такой комментарий, я честно даже смеялся, спасибо просветил, ну да, я там о свободе, говорил о свободе во Христе, о том, что ты вне культа, вне системы, что он пишет, завтра выйду из системы, в кавычках, у вас текст на экране, под названием семья, я почему говорю, к чему этот, этот комментарий, вот, сегодня я уже не знаю, потому что я его собирал, это еще в прошлом видео, и у меня что-то глазами проскочило, я его, это, по-моему, в четвертом ответах на вопросах, в четвертом выпуске, и я его пропустил почему-то, я потом обратил внимание, это заметил, и пойду жить с бабой, которую люблю, точка, свобода, в кавычках, восклицательный знак, вот этот комментарий, люди, остановите землю, я сойду, вот и хочется, надо на комментатора, действительно, в глаза ему посмотреть, я специально говорю, я точно просто не помню ролик, можно, конечно, сейчас в комментариях это найти, вот, в принципе, при желании, но это точно ролик не о семье, это, это вот в последних роликах на лайве, причем те мои ролики, которые, кстати, плейлисты показывают о семье, это вообще на христолюбии, и там все ролики по Евангелии, у меня нету на лайве, я говорю, и в принципе этих вопросов практически не касаюсь, но вопросы развода я касаюсь, потому что ни в коем случае этого делать нельзя, это евангельское учение, об этом говорил Иисус, я тоже об этом с радостью говорю, вот, это тоже благовестие, это учение любви, почему я говорю, этот комментарий, я говорю, ну, даже не знаю, просто время сейчас пройдет, сейчас, я боюсь, я могу долго его искать, потому что он был, не знаю, нужно ли вам это все, такие тонкости, хотя это, с одной стороны, это важно, что ролик был не о семье, абсолютно не о семье, я вот, сейчас я не знаю, сколько искать, я даже по аватарке-то, и навряд ли найду этого человека, я уж не помню, это было, получается, несколько недель-то назад, хотя вот мне хочется его найти, чтобы вам точно сказать, какому ролику, кто его слушал, а, да, 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 вот я вам показываю, что было доказательство, вот оно, так, где, 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 о, это к ролику, лжеучение, православие, католицизм, который недавно у меня вышел, спасибо, просветил, завтра выйду из системы, под названием семья, и пойду жить с бабой, которую люблю свободу, люди, остановите землю, я сойду, но вы смотрели мой ролик о православии с католицизмом, я близко семьи не коснулся, я рассказал о трех слонах, на которых стоят эти лжеучения, о чем, о булка боги и спасение в собрании, о крещении младенцев и спасение по вере, и спасаясь внешними делами, фарисейскими, исполнением преданий человеческих и заповедей, и лежи спокойно, надень заклание на диване, отъедай брюхо, я хоть слово сказал, да я прекрасно помню, о чем ролик, уж последние свои ролики, я пока все помню, может прошлогодний сезон, не все вспомню, что я там говорил, в каком ролике, но уж пока свеженький, я помню, вы все это прекрасно знаете, можно ролик переслушать, теперь только на эту тему, но мне не надо, я помню прекрасно, о чем я говорил, вот как вы думаете, человек вообще, почему мне не надо думать, что я там переживаю, что-то с этим комментарием, да я просто веселюсь над многими, ролик о лжеучении православии, с католицизмом и протестантизма, и причем я вам даже сейчас быстренько перечислил, о чем я там говорил, об этих трех, в каждой группе лжеучениях, получается о шести, грубо говоря, что пишет человек, спасибо просветил, завтра выйду из системы, у нее семья, это система, ну ты бы еще сказал, что это я такое говорил, что ты семью, это вот как я вам вчера приводил пример, когда клевещут на проповедника, вырывая, что я Библию назвал туалетной бумагой, я назвал Библию бумагой, и Евангелие, которого оттуда вы вырвали, вы сделали ее туалетной бумагой, она больше ни к чему не годна, выбросить вон, но я говорю, если хоть какая-то польза, она хотя бы в ванной комнате принесет больше пользы, чем выкинуть бумагу, жалко, под названием семья, а ты любишь свою семью, и пойду жить с бабой, которую люблю, значит ты семью свою не любишь, не жену, человек, вот ты это пишешь, ты вообще понимаешь, что из твоей семьи, от избытка сердца, говорят уста, меня бить хотел, я вообще, какое-то ко мне отношение имеет, я о семье там не говорил, ни о своей, ни о чужой, это не было ролик проповеди, о семье, семейных отношениях, о муже, о жене, я говорю, как я там, о разводе, вообще к чему человек это пишет, я все время думаю, вот бедные люди, и пойду жить с бабой, ну если твоя женщина баба, я уж понимаю, какая у меня там жена, как он ее называет, которую люблю, свобода, ноу комминс, я даже больше говорить ничего не хочу, Дмитрий, благодарю за свежий взгляд, на это прискорбное событие, в жизни Иисуса, глубокая проповедь, получилась повод задуматься, это, по-моему, о последнем ролике, одном из последних, по Луке, где я поцелую Иуду, по-моему, у меня есть два ролика, и по Марку, и по Луке, я там говорю, Иуда подворовывал из пожертвований церковных, тогда сатана, и вошел в него, а дальше уже дело техники, но тут я сестру поправлю, потому что не написано, что Иуда подворовывал из пожертвований, Иоанн дал ему определение, да, что он был вор, когда он был, что он воровал, он уходит с Иисусом и воровать на стороне, вот сестра добавляет, почему я всегда говорю, надо с этими вещами быть поосторожнее, я вот спрашиваю, сестра, а ты откуда это взяла, дай ссылку из евангельской истории, из евангельского поискования о жизни и учении Иисуса Христа, ты не сможешь, дай максимум, что сообщил нам Иоанн, что Иуда был вор, ну что это значит, у кого он воровал, был он до хождения с Иисусом и потом подзавязал, при хождении Иисуса откуда он воровал, кошельки стягивал, может быть, с чего ты взяла, что он воровал из пожертвований церковных, еще и слово так церковные, а это какие пожертвования церковные, какая церковь была, Иисус сказал, что он только на Петре, а потом будет создавать церковь, собрание. И тогда сатана и вошел в него, но это тоже Иуда, и Лука, и Иоанн, я вот даже по памяти, потому что я эти ролики писал, долго к ним готовился, сатана написано, что первый раз вложил в сердце Иуде, когда он пошел предавать, и вошел он в него, когда Господь его всячески умолял и отговаривал на прощальном ужине, умыв ему ноги, не делать этого, и он все равно решился, тогда вошел в него сатана. Так что, сестра, вот тут, конечно, уж прости меня, но ты что-то слишком много добавляешь к повествованию евангельскому. Этого ничего, мы не можем сделать, выводы из этого. Тем более, если ты мои ролики прослушивал, но и мои-то ролики не мои, я там Евангелие читаю. Я просто сразу поправляю, надеюсь, сестра не обидится. Когда мои братья и сестры, тоже мы там читали, в группе читаем писание, я просто замечаю какие-то такие вещи, я стараюсь поправлять тоже. Все с радостью принимают. Потому что такого не было. Есть вещи, есть, что я назвал вором. Что это значит? Вот я говорю, вот объективно, каждый может... Что такое? Давайте опять объективно, субъективно. Объективно написано. Иуда был вор. Объективно, ну, каждый прочее. Это объективное. Мнение, решение, высказывание, учение, мысль. Да, это и написал Иоанн. Все эти буквы русские, как брат говорил, буквы читают, да, только чтобы разумевать. К сожалению, у нас все на буквах останавливается. Мы должны смысл понимать, а не буквы какую-то. Не только буквы читать, когда он молится, мне нравится его молитва. Вот. Да, объективно, Иуда был вор. Это объективно. Абсолютно имеющий право нажить мысль, потому что она написана. Что это значит? Это уже субъективно. Вот то, что сестра выразила, это субъективно. Я, кстати, не говорю, что это ложь. Вот. Просто я задаюсь вопросом ей в ответ. А что такое церковные? Что значит церковные пожертвования? Какие церковные? То, что в коробочку носили в Иуде. Во-первых, разве это пользовались они этим для себя? Нет. Мы видим, что все раздавали. Вот. Кто сказал, что он подворовывал именно? Написано, был вор. Даже пусть по синодальным переводам читаем, как написано. Мы можем добавить до покаяния. Ну, до, можно назвать его, это покаяние все-таки. Кто с Иисусом-то пошел? Он же их тоже к покаянию призывал. В чем-то они все-таки раскалились своей злой жизнью. в чем-то. Вот. Ну, грубо говоря, до избрания, до хождения с Иисусом. Поэтому это мы уже можем добавить. И я не могу претендовать на истину. Я там лишь высказывал тоже свои субъективные мнения. Вот. Это, в принципе, не особо-то важно. И вот то, что я даже сейчас цитирую сразу по памяти, что написано, что вложил в сердце сатане, сатана Иудия. Он пошел договариваться с первосвященниками, но еще не вошел. Уже на прощальном мужне. Господь умывает ему, в том числе ноги. Умоляет его. Предупреждает его. Говорит такие страшные слова, чтобы лучше не родиться этому человеку. Всячески его пытают от этого отвернуть. Но он действительно, и уже сатана в него входит, потому что он его пускает. Он решается на это. И тогда в него входит сатана. А не когда он по двору был пожертвован. Вот. Дьявол полностью подчинил и помутил его разум на предательство своего учителя. Брат, как ты думаешь, есть ли Евангелие от Иута Искариота? Вроде как оно утеряно или у католиков спрятано. Во все вот эти вот заговоры, католиков, тайные учения, я не верю. Все апокрифы, какие существуют на данный момент в интернете, даже пусть некоторые это рукописи действительно найдены, но это апокрифы. Я читал все. Читал прямо в первый год своего покаяния. Я буду об этом рассказывать, когда буду о своей жизни дальше говорить в свободной форме. Не поверьте, какая это лабуда. Такая чушь, которая нормальная, человеку в голову даже не вместится. Это не все эти Евангелия, которые вы слышали, есть там от Марии. Вы почитайте этот бред в интернете. Это вообще книги не повествовательные, это просто какие-то вырванные куски и, если честно, напоминает записки сумасшедшего. Есть такие, да, в литературе рассказы, да, у разных авторов, у писателей. Вот мне это напоминает. Название очень подходящее ко всем тем апокрифам. Так что вот так вот. Поэтому интересно, у католиков ничего не спрятано. Если у них какая-нибудь ересь понапрятана, да пусть прячет. И вот где я, видимо, в ролике говорил, кто знает, я благодаря жертве Иисуса и его Евангелия и его словам, его учению приточным языком, я верю во всеобщее покаяние. Я верю, что Бог есть любовь. Бог творит с неба и земли. Всем он людям на земле Отец Небесный. Но до тех пор, пока человек не возвращается в дом отче, он является, конечно же, блудным сыном. Сам мучается и ест свинячью пищу в далекой стране. Но я верю, что если мы почему-то о своих детях подумаем, мы хотим, чтобы каждый куда бы не свалился, потом оттуда вышел. Поэтому я верю во всеобщее покаяние. Я верю, что можно будет выйти из ада, из смерти, как там в откровении книги, и море. Я верю, что можно будет выходить даже из огненного озера. Отобсюду. Как оттуда выходить и что надо будет отдавать до последней копейки, я всем говорю, Господь это не открыл, и я даже об этом думать не хочу. Лучше, как Павел сказал, построить дом свой из золота, серебра и драгоценных камней и спастись в славе, чем спастись, но так как бы из огня голым, обгоревшим, замерзшим. У кого что-то горело, какие-то пожары были, какие-нибудь аварии, тот знает, что это за чувства, какие-то события неприятные. Лучше спастись и на царском троне со Христом. Как он сказал, сядет со мной на моем престоле, как и я сижу на престоле Отца. Лучше быть рядом с Иисусом и до этого не доводить. Вот и человек пишет комментарий. Сада, да, это время ожидания до суда. Благодаря книге Откровения мы можем открыть. Давайте, что не будем голословными. Кто помнит, книга Откровения, 20 глава описывает нам, 19-е уже пришествие Иисуса описывает, 20-е суд, тысячелетнее царство, все очень кратенько и написано, что «И увидел я великий белый престол и сидящий на нем, это Иисус Христос, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось и место. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед престолом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книгой жизни. И судимы» Все это после тысячелетнего царства Иисуса на земле со своими святыми. «И судимы были эти мертвые по написанному в книгах сообразно, соответственно, с делами своими. Тогда отдало первое море мертвых». То есть, есть какие-то три субстанции страшные. Море отдало мертвых, смерть отдало мертвых и ад. Все они отдали мертвых, написано. Море, смерть и ад, которые были в них. Всех этих мертвых они отдали. «И судим был каждый по делам своим». И смерть и ад, вот это все, были повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, то есть из всех этих людей будут люди записанные в книге жизни, даже которые после тысячелетнего царства на этот суд встанут, смогут на нем получить оправдание. Но те, кто не получат, те, кто по грехам своим будут судимы, соответственно, будут брошены в озеро Огненное. Вот я верю, что из этого озера можно будет выходить. Господь об этом нам приточным языком о своей любви явно сказал. Как это будет, Иисус не стал говорить, и я полагаю руку свою на уста свои. То, что Иисус открыл, мне этого достаточно. Ну, чтобы не быть голословным, все-таки мы тогда откроем Матфея на горной проповеди Иисуса. А то как-то получается, я кое-что прочитал из Откровения. Так. Пятая глава у нас, да? Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Речь идет о суде. А я говорю вам, что всякий гневущий набрат своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему пустой человек, подлежит Синдриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, ставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди пока еще можно говорить ныне, как писали апостолы, пока еще дышишь. Примирись с ним, чтобы соперник твой, брат, боль в сердце которого стоит вот так вот поперек врат Царства Небесного, не отдал тебе судье, кто такой судья, Иисус Христос, а судья не отдал бы тебе слуге. Речь не идет, как вот сейчас брат написал, что я верю, что ну да, ад, типа из ада выйти до суда, нет, это уже все Иисус перепрыгнул, он уже говорит о суде, тебя отдает, брат, это речь идет о суде, соперник не отдал тебя судье, это суд, а судья не отдал бы тебя слуге, слуги кто такие, служебные духи, ну только это будут темные духи, добрые духи не делают зла даже человеку, а они не верили бы тебе в темницу, какая это темница, это озеро огненное, потому что после суда мы видим брошены все были в озеро огненное, темница здесь Иисус называет озеро огненное, Иисус клянется, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней копейки, кому-то еще нужны доказательства, мне нет, речь идет о суде, об озере огненное, которым Господь символно называет приточной темницей, в контексте данной, это даже не притч, можно притчей назвать, Господь клянется, что выйти оттуда можно, но поработать придется на рудниках очень долго, пока не отдашь до последней копейки, и Господь рассказывает еще одну притчу, Петр спрашивает Иисуса, Господи, сколько раз прощать брата моему согрешающим против меня, заметь, все то же самое, примирение, я те же сами места читаю, там 5 глава Нагорная проповедь, здесь 18, вопрос точно этот самый, Господь говорит, примирись, прости, ты примирись, а ты прости, здесь то же самое, причем это 18 глава, кто знает, она вся вот о любви, помните, обличи брата своего, о церкви, где двое или трое, что вы завяжете на небе, это я еще вам контекст сейчас напоминаю, и мы начинаем с 21 стиха, что просто покороче, не будем всю 18 главу читать, Иисус его спрашивает, ну а сколько раз прощать-то брату моему, это как раз вот то место, еще более нам все раскрывается, 18 глава, главу, именно тот кусочек о примирении с соперником, о любви, здесь более так, еще пообширнее, уже 18 глава, Евангелие заканчивается практически, Иисус говорит ему, это не я говорю, это говорит Иисус, я вам просто зачитываю, огромными кусками, вы видите, вся речь Иисуса выделена всегда цветом, дальше переходит, кстати, о браке, речь, резко меняется контекст, мы с вами ничего не вырываем, читаем от начала и до конца, я всегда говорю, в Евангелии уже полным-полно вопросов заданных, и на них полным-полно ответов, вопрос, сколько мне прощать, Иисус говорит ему, более развернутый ответ, он мне только на это ответил, еще и попроповедовал, поназидал, открыл нам истины, не говорю тебе до 7 раз, но до 7 дешевых и 70 раз, потому царство небесное подобно царю, так, царство небесное, речь идет, не о царстве земном, а о царстве небесном, о новой земле и новом небе, который захотелся считаться с рабами своими, когда начал он считаться, придем был к нему некто, который должен был 10 тысяч талантов, так, царство небесное внутрь вас есть, речь идет о покаянии, речь не идет пока о царстве Бога на земле, царство небесное внутрь вас есть, речь идет о покаянии, царь, царь кто такой, Иисус Христос, у него будет на коне, царь царствующий, Господь господствующих, имя, имя ему, Слово Божье, когда он начал сосчитаться, придем был к нему некто, чего это образ, покаяние, это проповеди, привлечен был, мы проповедуем, человек приходит к Богу, мы все должники перед Богом, грешники, 10 тысяч талантов, 32 килограмма золота, это сумма, около 2 миллиардов долларов, полтора или миллиона евро, я там как-то пересчитывал, естественно, как он не имел ничем заплатить, то государь его приказал продать его и жену, его и детей, и все, что он имел заплатить, тогда раб тот пал и кланясь ему говорил, ну, кто свое покаяние помнит от проповеди и Евангелия, все очень похоже, Господи, потерпи на мне, все тебе заплачу, мы тоже, Господи, помилуй меня, все сделаем, дай мне только второй шанс, Государю милосердившись, Бог есть любовь, над рабом тем, отпустил его, Бог есть любовь, Бог ничего с тебя не спрашивает в день покоения, дает тебе еще и дары Духа Святого, иди, теперь живи как надо, и долг простил ему, простил Бог, Бог прощает на всех все согрешения, простил до времени, сегодня простил, Бог, властелин свое слово, еще какой, сегодня простил, завтра обратно потребовал, а то я слышал эти лживые теории, Бог все тебе прощает, все, ты на суде, Бог тебе простил, да нет, дорогой, Бог прекрасную притчу рассказал, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарища своих, который должен был ему 100 рублей, ну, я по русским языкам говорю, и схватив его, душил, говоря, какие вещи-то ужасные он делает, отдай мне, что должен, сам был должен 2 миллиона долларов, а просит 100 рублей, тогда товарищ упал, к ногам его делает то же самое, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе, и он реально мог отдать ему эти 100 рублей, ты-то миллион долларов никак бы не отдал, сумма реально такая, я переводил, 10 тысяч талантов, господь не зря назвал такую космическую сумму, невозможно отдать, ну, понятно, миллиардер, может, долларовый покаялся, он, может, отдаст, речь идет о простых смертных, но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга, товарищи его, видев происходившее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшим, тогда государь его, призывает его, что это такое-то, символ, вот сюда, и говорит, злой раб, человек пожил свою жизнь, прожил никак не по Евангелию, и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежал ли тебе, помилый товарищ, то есть жить, соответственно, тому, как жил я, в учении своем, в своей жизни, в Евангелии вам оставлю, и разгневавшись, государь его, простил ему, нет, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, ничего тебе Бог не прощает в покаянии, Бог тебе в покаянии прощает все, и останется это Бога слово верным, только до тех пор, пока ты живешь, соответственно, самому покаянию, только при этом условии, а если нет в тебе, и то это все детский язык, детский, младенецкий во Христе язык, надо же понять, в тебе просто все это есть, если ты не живешь по Евангелию, и ходить под полотенчиком к батюшке, можно сколько угодно, но если ты после этого полотенчика выходишь, и тут же за соску, за то, за то, за сё, ты ни в чем не раскаиваешься, ты получишь вот по полной программе, так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, так прощает Отец Небесный или нет, так возлюбил Бог мир, что протестанты любят цитировать, что отдал сына своего великородного, дабы всякий верфью не погиб, намел жизнь вечную, а вот это не Иисус говорил, что этот любящий Отец поступит с вами так же, как вы поступаете с своими ближними, но сказал-то, что я сейчас важно обращаю на тридцать-чердый стих, на предпоследний, на тридцать-пятый, на тридцать-четвертый, и разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, то есть Иисус все время говорил, что отдать этот долг можно, и речь все время идет, не о том, что человек умирает, и где-то до посмертного суда, там в аду тоже мучается, нет, что пятая глава, стихи, которые мы с вами прочитали, что вот эта притча, говорит о чем? О суде. А после суда будут бросаться, кого не написаны книги жизни, именно в озеро Огненное, и Господь говорит, что оттуда можно выйти. И на этой радостной ноте, о том, что Бог есть любовь, и в оконцовке все, конечно же, вернутся в отчий дом, и будет у нас миллиарды, триллиарды любящих друг друга, сущностей, людей, все мы будем купаться в любви, бесконечно, и Божьи, и друг друга, я предлагаю закончить нашу трансляцию. Получил опять на час, простите. Все, все, все мои, все тексты, которые читаю, удобны для чтения, как я считаю, конечно, мне очень удобно, я самим не занимался, все составлены, в виде диалогов, все есть на сайте Христа Люба, все мои контакты у вас тоже на экране, всегда есть в описании к ролику, иногда я удивляюсь, что у меня спрашивают, как со мной связаться, и говорю, господи, ты у меня сразу вопрос, ты хоть один ролик мой смотрел, походу нет, все контакты на экране, и все они есть в описании к ролику, добавляйтесь, спешите, звоните, добавляйтесь, друзья, мои три канала, адрес у вас на экране, подписывайтесь, смотрите, что вам интересно, что полезно, что назидательно, ставьте лайки, кому мое служение, отрадно, полезно, назидательно, и поделитесь этим роликом со всеми, кто алчат и жаждет евангельской, христовой правды, ну и вообще, божественной, божьей истины, которая в Иисусе, ну все, я с вами прощаю, всех нежно целую, крепко обнимаю, до встречи в следующем, ну я в принципе на все ответил, сегодня 24, уже получается, 28 суббота, я постараюсь провести трансляцию, там будем вживую общаться, если что-то будем не успевать, получается я потом, чтобы не переносить, потому что вопросов будет много, то есть в прямой трансляции мы можем быть живой, на чем-то может быть подольше поговорим, буду проводить столько, сколько сил будет хватать, ну а если нет, оставшиеся вопросы, вот так действительно, вводу в режиме уже оффлайна, дописывать, я экспериментатор, я живу живой жизнью, я не буквоед, не получается, я делаю как получается, вот, так что вот так вот, будем, будем потихоньку делать, вот и в оффлайне, я буду просто дописывать, уж ничего не поделаешь, а раз в недельку, я онлайн трансляцию буду проводить, действительно, постараюсь все-таки переключить, на больше живое общение, попробую так, а там что будет получаться, все, помните, как в Луке, сам Господь говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю, заповедь новую даю вам, любите друг друга, в чем ее новизна, любите друг друга, как я возлюбил вас, это новизна, пример этой любви у нас, только в Евангелии, в жизни и учении Иисуса Христа, так и вы, мои родные любимые, да любите друг друга. Бога.